Барсучонок Кузьмич. В тайге. В начале августа, разыскивая за таежным якутским ручьем Киенгом дальнее зимовье, о котором рассказал приятель по охоте мне, забрыл Кузьмич на марь. Не марь, а какую-то качковатую немокрую долину меж сопок с редкими сиротливыми деревьями, лиственницами и елками. Была середина дня, давила жара такая, и от начала пути прошло уже часа четыре, без прерывного движения. Идти по тайге с прилично груженным рюкзаком весьма-таки тяжело. Кузьмич проголодался, испотел весь насквозь, и уже не раз подумывал сделать привал, отдохнуть и перекусить чего-нибудь. Это следовало свершить еще час назад, но никак не отыскивался профиль, который в конечном счете вывел бы к избушке. Профиль или просека, как говорят, был важной поворотной вехой на маршруте, и определиться с ней Кузьмичу хотелось до самого привала. Но, видно, ошибся приятель в оценке непростых таежных верст. Собственно, и не верст, а часов пройденного пути. Такое измерение расстояния здесь применять повернее таки будет. Поскольку таежники, ходоки примерно одинаковые. А километры по дебрям попробуй их учти еще. «Вон там, у очередной стайки деревьев остановлюсь». «Да, вот именно там», — прикинул Кузьмич. «Когда средь пустынного прогала увидел островок, островок дружных и стройных высоких стволов. Более заманчивый, чем тот, который только что миновал. Пусть и не добрыл до цели, изначально намеченной, но есть-то хочется, никуда не денешься. Еда — это как бензин для машины. Худо в бак заправишь, не очень-то и километров накрутишь. Вот так вот. А там впереди еще и местечко оазиса, хвойного, для души угодное. Перекусить приятней будет». И только как подумал об этом, какой-то слышу подозрительный шорох, и глухое недовольное прицокивание донеслось где-то чуть сзади. Буквально в нескольких шагах от меня. Я резко обернулся. Никого. Голая сухая марь с путанкой под ногами из карликовой березки да и голубичника. И два стройных таежных аборигена. Лиственница метров десяти с густыми лапами, а вплотную к ней елка. Пониже — чуть-чуть. Длинными продолговатыми шишками на макушке прямо и красуется. И тут замечает Кузьмич, что шишка еловая летит к земле. Не съели, а со щетинистых ветвей лиственницы. Стало быть, кто-то в еловой вершинке сорвал ее, на соседнее дерево повыше занес, и с макушки неродной уже обронил. Или созорничал, а? Раньше подобное Кузьмич встречал в тайге. Белкины были проказы все это. Только Белка могла так сделать. Заинтересовавшись, возвращается он и рассматривает оба дерева. Никого, кажется, на них и не видно. Да нет. Да нет тут никого. Но для определенности хвойно-лиственничную чету надо обойти. Белка в таких случаях от путника за ствол прячется. Угу. Она хитрая. А я-то знаю. Перешагивая через кочки, с задиранием ног, переступая через переплетение тундровых зарослей сетей, медленно обошел Кузьмич сиротливую парочку. Точно. Вон какой-то зверек на самой-самой макушке у лиственницы затаился. Что это там? Бельчонок, что ли? Тушка с полвершка. Такой же длины пушистый хвост. Неяркие полоски вдоль дымчатой шубки. Да это ж бурун-дучок. У Кузьмича в таежных путешествиях всегда на груди слева под рукой фотоаппарат с цветной слайдовой пленкой. Всегда при мне. Это точно как в той передаче. Я всегда с собой беру видеокамеру. Вот так вот. И он сразу же снимает таежный станкач, прислоняет его к стволу елки и лезет на лиственницу бурун-дучка фотографировать. А ветки на стволе частые, как у идеальной новогодней елки. И приходится протискиваться между ними, извиваясь при этом. Не простые, надо сказать, это пролазы. Тут как гимнаст приходится иной раз изгаляться. Но вот до макушки остается чуть больше уже метра. Выше забираться опасно. Лиственница — это дерево хрупкое. Так и полетишь без крыльев камнем вниз, вместе с обломившейся и столь же бескрылой макушкой. Прямо вместе с фотоаппаратом. Но где же зверек? Осматривает Кузьмич густые, все еще блистающие сочной зеленью, мягкие лиственничные лапы. А везде все пусто. Похоже, пока коробкался фотограф, бурундучок, не пожелав позировать ему, потихоньку, потихоньку и незаметно скользнул прочь по лапам другой стороной уже таежной двойки. Разминулись, стало быть, на лиственничной еловом пути. Шо ты будешь делать? И Кузьмич спускается. Это шо ж, мне теперь так на следующую лезь, что ли? А он опять от меня так, и шо? И все? На земле вновь вглядывается он в кроны, обходит деревья, запрокидывает голову и обшаривает взглядом все верхушки. Да вон же он, все в той же макушке и притаився. Рядом был, но не распознал конспиратора. И опять карабкается Кузьмич к небу на лиственничную высоту. Неудачно цепляется в пролазе висящим на шее фотоаппаратом за ветку. Разгибается душка на ремешке и фотоаппарат несется вниз. Но Кузьмич как-то исхитряется его сразу же словить, заюркнувший с шеей конец ремешка. Это ж надо так, какой-то. Вот собака. Не упала и не разбилась фототехника. Ух, слава богу. Вынужденно опять спускается Кузьмич на планету. Кладет фотокамеру рядом с рюкзаком. И уже в третий раз устремляется ввысь. На пленку запечатлиться зверек никак не хотел. Так словит шустрик, а теперь уж самолично уже руками. Вместо кошки в доме хоть это существо возле людей поживет. Угу. Уж Кузьмич-то с женой не на словах. Благами полосать-ка обеспечит. В валенке теплом поселят его. Еды ему любой вдоволь дадут. Всю квартиру в полное распоряжение предоставят. Хочешь, ешь беззаботно. А хочешь, спи, сколько тебе вздумается. А если еще чего пожелаешь, так ты это намекни только. И даже без росписи в документе расходном. Просто так. Не по ведомости. Все блага безучетно. Безучетно. Все блага. Любые бурундучи. Согласно коммунистической теории, по потребностям в натуре. И, пожалуйста, получите. Распишитесь. Ага. Вот он, симпатяга. Припал. Распластался по мохнатой ветке в полуметре чуть выше от меня. Бусинками темными настороженно смотрю, поблескивает. Протягивает Кузьмич ладонь в кожаную толстую перчатку, предусмотрительно облаченную. На всякий случай. И вдруг заботу не поймет. И за добрые намерения в путешественника зубки вонзит. Угу. Бурундучок легко и уверенно скоро перескакивает. Ни сколь высоты и при размерах своих крошечных не страшаясь. Перепрыгивает сразу же на другую ветку. Теперь он слева от верхолаза уже оказался. И опять. Сидит себе. И замер в напряжении. Тянется Кузьмич рукуаю. Бурундучок ловко от него увернулся. Метнулся по тем же веткам в горизонте обратно. И сразу заскользил стремительно по лиственничным лапам к земле. Будто ребятишки с горки крутой на санках безрассудно лихо понеслись. А точно и он так. А вот по елке прокатился роскошнейший хвост. Вот голубичным зарослем в воздухе устремился. Вот прикустился уже в них и сгинул средь мха с вытавшими из вечной якутской мерзлоты корнями. Все предложения Кузьмича он отверг. Ни фотографироваться не захотел, ни дружить, ни в валенке уютном, в поселке алмазодобытчиков в тепле, и достатке прописаться тоже не захотел. Вот такой вот он, этот бурундучок. Жить ему, наверное, в лесу будет уютнее, подумал Кузьмич и пошел домой. На этой доброй ноте и заканчивается аудиорассказ. Слушайте также и другие аудиорассказы по ссылке в описании. Там есть плейлист все мои аудиокниги. Там целая библиотека аудиорассказов. И я думаю, там вы точно найдете для себя еще что-нибудь интересного. Ставьте ваши пальцы под видео. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить следующие новые аудиокниги. И не забывайте делиться с рассказами. Под каждым видео есть кнопочка поделиться. Делитесь с вашими лучшими друзьями в соцсетях хорошими аудиорассказами. Ну все. Услышимся. Увидимся. Пока-два.